В мире нет гнева. Есть гнев в умах людей, в умах отдельных людей. Нет такого понятия, как гнев в мире, не так ли? Есть гнев в вас, в этом человеке, в том человеке. Сейчас вы злитесь? Спасибо. Сейчас вы не злитесь. Это означает, что в этом зале сейчас нет злобы, не так ли? Но вы можете разозлиться. Вы можете разозлиться. Сейчас в этом зале нет гнева, но вы можете разозлиться. Вот что вам необходимо увидеть. Гнева нет. То, что мы называем жизненной энергией, то, что является жизнью, можно превратить в гнев, в любовь, в сострадание, в разочарование, в депрессию. Вы можете превратить это во всё, что захотите. Выбор за вами. Если бы вы сохранили выбор, если бы выбор был действительно за вами, определенно вы бы выбрали самое приятное, не так ли? Самое приятное. Обычно люди говорят о любви, радости, блаженстве, потому что понимают это как самые приятные вещи в их жизни. Если бы у вас был выбор, что сделать с собой прямо сейчас, в этот момент, вы бы выбрали приятность или неприятность? Приятность. В этом нет сомнений, не так ли? Если я спрошу вас, вы хотите жить в приятной атмосфере или в неприятной? Приятной. Вы хотите быть приятными в вашем уме или неприятными? Приятными. Вы хотите быть приятными в своем теле или неприятными? Приятными. Вы ищите только этого. Вы можете верить, что ищите деньги, имущество Бога, что угодно. Всё, что вы ищете. Вы хотите быть приятными в вашем теле, уме, эмоциях и в ваших энергиях. Это всё, что вы ищете. Нет, я ищу Бога. Нет, кто-то сказал вам, что если вы будете искать Бога, то начнёте испытывать экстаз. Нет, я хочу попасть в рай. Кто-то сказал вам, что рай — это более приятное место, чем это, поэтому вы хотите отправиться туда. Либо же вы превратили свою жизнь в ад. По сути, вы ищете приятности, не так ли? Этот учёный... Он сейчас упомянул, что Эмерсон использовал слово «Брахма». Один учёный пытался найти слово для того, чтобы назвать химическое вещество, которое воспринимают каннабиоидные рецепторы в мозге. Он хотел дать ему уникальное название, и он изучил каждое писание на планете, чтобы найти подходящее название. И самое прекрасное — это то, что ни в одном из писаний, кроме священных текстов Индии, не говорится о блаженстве и экстазе. Все говорят о спасении, все говорят о том, что ваши грехи смываются, в лучшем случае — об умиротворённости. Никто не говорит о блаженстве и экстазе. Так что он назвал это химическое вещество, которое вырабатывается в организме, анандомидом. Знаете, что такое ананда? Анандомид. Итак, каннабиоидные рецепторы ждут, чтобы связаться с анандомидом. Сколько анандомида вы производите в своей системе, столько блаженства вы испытаете. Его нельзя получить. Если вы примете его в форме инъекций, то станете зависимыми. Но если вы вырабатываете свой собственный анандомид, вы всегда будете испытывать блаженство. Итак, если бы вы испытывали блаженство, вы бы злились? Нет? Жизнь находит выражение в форме гнева только потому, что эта жизнь не испытывает блаженство, не так ли? Если бы она испытывала блаженство в каждое мгновение своего существования, тогда даже не было бы и речи о гневе, о контроле над гневом или о подавлении гнева внутри вас. Не так ли? Так что... Да, в мире есть ситуации, которые могут вызвать гнев, но я говорю вам, если вы устраните одну ситуацию, появится другая. Даже в вашей собственной семье, в вашей ситуации, люди могут сердиться по поводу любой мелочи. Не обязательно должна возникать какая-то серьезная проблема. Да, не обязательно это будет вопрос жизни и смерти. Какая-то мелочь в доме может разгневать вас или разгневать кого-то еще в семье, не так ли? Так что не обязательно, что, решив все проблемы на планете, мы уничтожим гнев. Прежде всего, учить радости и блаженства, начиная с самого детства, мы не смотрим в этом направлении. Как человеческое сообщество, мы не фокусируемся на том, чтобы сделать наших детей радостными. Если они издают много радостных звуков в доме, обычно взрослые подходят и говорят «заткнись». Мы не поощряем радость и блаженство как часть нашей жизни. Если бы люди были более радостными, разве вам приходилось бы говорить о контроле над гневом? Не приходилось бы, не так ли? Нам нужны религии радости, политика радости, экономика радости. Нам нужно привнести этот аспект в нашу жизнь на всех уровнях. Если это не привносится в нашу жизнь всеми возможными способами. И прежде всего, методы поддержания радости в системе, потому что без этого она станет поддельной, что вы притворяетесь или пытаетесь быть радостными. Но если вы вырабатываете достаточно анандомида в вашей системе, вы будете радостными, не так ли? Я могу показать вам миллион человек, которых мы обучили, как производить больше анандомида в системе. Так что, безо всякой причины, люди просто счастливы. Люди подумают, если они все станут счастливыми, они станут бесполезными. Это не так. Пожалуйста, посмотрите на свою жизнь. Вы хотите делать большее в какой-то день, когда вы счастливы, или же в день, когда вы несчастны? Когда вы счастливы, вы готовы сделать всё, что угодно. Когда вы несчастны, вам приходится тащить себя по жизни. Когда вы счастливы, вы любите, вы великодушны, вы гибки, вы разумны. Когда вы несчастны, вы можете быть очень грубым и неприятным человеком. Если вы встретите кого-то, когда он радостен — это замечательный человек. Если вы встретите того же человека, когда он несчастлив, он может быть очень противным. Это справедливо для каждого человека, не так ли? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok